На таком этапе у меня сейчас находится моя шубка. У меня связаны все полочки, то есть вперед и спинка. Связала внутренние полочки переда и спинки, вот как смотрится шубка на мне. Какая длина. И у меня связан один рукав. Но рукав я буду перевязывать. Я хочу сделать побольше пройму и пошире рукав. Он у меня еще одинарный. Если у меня полочки, видите, двойные уже с двух сторон, то рукавчик у меня еще одинарный. Его я буду перевязывать. Вот я еще раз отойду, покажу вам, как смотрится шубка на мне. Здесь я оставила отверстие под кармашки. Хочу карманы сделать. Но еще думаю делать карманы или может их пришить, ну зашить, чтобы не было карманов. Сделать накладные или вообще без карманов. Это я еще буду думать. И по поводу того, почему я остановила свое вязание шубки. У меня не хватает пряжи, буквально там немного не хватит на воротник. Поэтому я решила немного перевязать. Я буду делать больше пройму. Получается, я буду перевязывать рукав. Значит, на одну часть рукава у меня уйдет пряжи больше. А так как мне нужно еще внутри вязать рукав, получается, вот удваиваем еще на два. У меня таких два рукава, вот мне не хватает. Даже с этим рукавом я посчитала, мне пряжи не хватает. Поэтому все внутренние части, которые я вязала, это вот эти полочки, что внутри. Видите, вот здесь у меня внизу только сшито. И все, здесь все свободно. Ну и плечи я сшила. Вот эти все внутренние полочки я хочу перевязать. Я вязала свою шубку в четыре нити. А внутренние полочки хочу перевязать, сделать, наверное, или в две, или в три нити. Я еще подумаю, посмотрю. И тогда как раз и шубка будет потоньше. Вот здесь, где мы сшиваем, вот у нас идут полочки сшиты. Шов у нас изнутри, я затем выворачивала. Ну вот так, если я вам могу показать. Смотрите, я еще ближе сейчас за столом покажу. Вот у меня шов идет. И он внутри у нас. Вот это у нас идет воротник. Здесь у меня еще все хвостики торчат. Я еще ничего не прятала. Сейчас я поправлю. Вот так. И если посмотреть, вот здесь у нас двойная уже полочка. А рукав одинарный. У нас видно вот этот переход. Ну вот сейчас еще поправлю. Вот здесь толсто, здесь тонко. Вот этого перехода не будет, когда рукав будет двойной. Я, наверное, рукав также свяжу в четыре нити, как и все мое полотно. Только сделаю шире. А внутренние части все я буду вязать или в две, или в три нити. Ну посмотрим. И по поводу застежки хочу вам сказать. Видите, у меня вот такие отверстия я делала специально для пуговиц. Делала и с одной стороны, и со второй. Они у меня совпадают. И вот в итоге я хотела затем эти отверстия вот так обвязать вместе. Чтобы у нас они были всегда на месте. Вот так, в общем, все отверстия пообвязывать. Чтобы вот эти отверстия как раз держали полочку. Но потом я увидела несколько вариантов в интернет-магазинах шубок, которые идут на застежках, на кнопках точнее. Вот и мне этот вариант очень понравился. Пуговиц тогда не будет вообще. Они не будут бросаться в глаза. И кнопки, они маленькие. Их также незаметно под букляшками. Поэтому я думаю, может мне перевязать вот эту полностью полочку без отверстий и сделать на кнопках. Тогда, мне кажется, будет аккуратней. И мне будет проще вязать внутренние части. Мне не нужно будет подбирать плотность, чтобы у меня вот эти отверстия все совпали с лицевой стороной. Я сейчас насчет этого подумаю. Может вы мне что-то посоветуете. Давайте как-то порешаем и быстрее свяжем шубку. Я думаю, вам также вариант шубки очень интересен. Так как я получаю много комментариев, когда же будет продолжение, что там с шубкой. Поэтому давайте посоветуемся с вами и довяжем эту красоту. И низ у меня, вот низ у нас полностью, я вот низ полностью сшила. Получается, вот видите, у меня шов, также он внутри. Шубка получается толстенькая. Вот по длине замечательная. Не знаю, сядет она или не сядет. Девочки писали, что если в составе есть эластан, то она немного сбежится. Ну, не знаю. Если сбежится, я думаю, не насильно. Ну, а так шубка, в принципе, мне нравится. Вот так будет воротник. Здесь еще большой воротник будем довязывать по горловине. Все здесь будет аккуратно, красиво. Ну, мне, в принципе, нравится. Единственное, вот это, что пряжи не хватает, вот это, конечно, да. Нужно полностью все перевязать. Здесь, ну, внутри шила только низ. Шила боковые части до карманов. Карманы, может, еще будут, не будут, это я буду решать. Шила плечи. А здесь, видите, у меня все вот так еще держится. Ну, придется все равно распускать. Поэтому даже хорошо, что я не допришивала. Вот так моя шубка смотрится. Сейчас я вам еще несколько минут покажу за столом, вот поближе. Если что, я мастер-класс записывала, как я делала отверстие, как я закрывала горловину, все у меня есть. Если даже я передумаю насчет пуговиц и решу делать кнопки, и вам будет интересно, как я вязала отверстие, я вот этот кусочек оставлю, я вам покажу, как я вывязывала свои отверстия. Ну, и эта полочка вяжется, а вторая в зеркальном отражении. Здесь ничего сложного нет. Ну, а так классно смотрится, классно получается. И цвет мне очень нравится. Вот такая шубка будет. Вот так шубка моя смотрится на столе. Вот что я успела связать. У меня идет внутренняя часть связанная и внешняя. Я вам уже показывала на видео только что, как она сидит на мне. И вот хочу сейчас показать поближе. Здесь у нас все разровняется. Вот у нас идет шов. Правая полочка у нас с отверстиями. У меня всего 5 отверстий для пуговиц. И вот со второй стороны точно так же у нас связана такая же полочка, так же с отверстиями. Вот эти, я говорила, отверстия хочу обвязать, чтобы они держались. Но теперь я больше склоняюсь к тому, чтобы сделать шубку на кнопках. Так и мне будет проще. Да и вам, наверное, будет проще вязать, не высчитывая отверстия. Вот как левую полочка связана у меня просто ровно, так хочу связать и правую. И затем прикрепить кнопки. Я так понимаю, они будут крепиться, вот подхватывая сразу две части нашего полотна. И будет намного удобнее. Не будет вот этих дырочек, не будет видно пуговиц. И вязать внутреннюю часть так же будет удобнее, так как я хочу ее вязать у две или в три ниточки. Я еще решаю. Вся шубка у меня связана в четыре нити, на спицах шестерочка. А вот внутреннюю часть хочу перевязать. У меня полностью есть уже связанная внутренняя часть. Вот у меня здесь внизу шов. Я сшила вот немного, здесь сантиметров по 15 до карманов. Здесь хочу сделать карманы. И дальше все. Дальше вот я не сшивала. У меня только внешняя часть сшита. А здесь сшито плечо изнутри. И все. Вот это буду распускать, перевязывать внутренние части и правую часть внешнюю. Вот так. Ну и вот наша пройма. Пройму тоже буду немного расширять. Хочу на 2 сантиметра ее расширить, чтобы рукав был посвободнее, чтобы мне было в ней удобнее. Ну и рукав соответственно так же буду перевязывать, так как буду расширять пройму. Длина рукава вот это достаточно. Здесь одинарный пока рукавчик. Вот так выглядит. Здесь изнаночные петли, здесь лицевые. Без узора, без ничего. Вот наша буклированная пряжа. У меня пряжа в бобинке. Я вам ее уже показывала. Ссылочку на видео, там где я рассказывала про шубку, как я буду ее вязать, я все вам оставлю в описании под этим видео. В принципе, пока я буду решать, что мне делать с правой полочкой, перевязывать или нет, я перевяжу вот внутреннюю часть. Я перевяжу спинку и я перевяжу левую полочку. Ну и я думаю, начну вязать рукав. А вот с правой полочкой пока я ее оставлю. Но в любом случае, все равно, наверное, нужно перевязать. Ну, внутреннюю нужно будет перевязывать, так как у меня все будет тоньше. А внешнюю я еще подумаю. По моим расчетам, я все вам буду показывать в мастер-классе. Мастер-класс по шубке будет. Я вот здесь записывала, сколько у меня грамм ушло на одну часть, на вторую. Как вы видите, отличия есть. 310, 300 грамм. Так же самое и полочка. 167, 172. Какие-то 5-10 грамм где-то все-таки отличаются. Вот, где-то, может, плотнее вязала. Или, может, это весы. Так показали мне мой расход. По количествам петель. На спинку у меня 58 петель. На передних полочках по 32. Все буду дальше рассказывать в мастер-классе. Я, наверное, следующее видео... Ну, на днях уже выйдет видео. Там шапку нужно еще опубликовать. И затем выйдет уже шубка. А может, даже шубка и раньше. Я вам покажу, как я вязала спинку. Как я делала здесь закрытие для горловины. Здесь небольшое есть округление. И, наверное, мы свяжем с вами какую-то полочку. Ну, вот эту полочку без пуговиц. Если я все-таки передумаю делать пуговицы, вот эту часть я вам также вставлю. Сделаю отдельный кусочек мастер-класс. Там 5-10 минут. Сколько там получится. Покажу вам, как делать отверстие для пуговицы. И как я высчитывала. Ну, а так, в принципе, по поводу шубки это все. Длину я сделала немного длиннее, чем говорила изначально. Ну, в мастер-классе все буду показывать и рассказывать. Хочу до Нового года ее закончить. Ну, будем смотреть, как будет получаться. Все, на этом я буду прощаться. Девчонки, кому нравится вот эта моделька шубки и хочет связать со мной, пишите мне об этом в комментариях. Если я буду видеть много желающих, это меня смотивирует, и я быстрее ее закончу. Все, на этом я буду прощаться. Всем хорошего настроения и до скорых встреч. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok